Насколько подешевели овощи из борщевого набора? Ждать ли дальнейшего снижения курса доллара? Как проходит тестирование цифрового рубля в Татарстане? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горюнова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам экспертов, это сезонное снижение цен, которое традиционно наблюдается с августа по октябрь, после чего стоимость овощей вновь начинает расти. Доллар подешевел более чем на 7% с момента резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 12%. Напомним, еще 15 августа официальный курс американской валюты превышал 101 рубль, а сейчас он находится в районе 94 рублей. При этом финансовые аналитики считают, что цифры не уменьшатся до прошлогодних 50-55 рублей. В сильном укреплении рубля не заинтересованы ни Минфин, ни доминирующие компании-экспортеры. Может быть, это цинично звучит, но чем дороже сейчас доллар и евро, тем, в принципе, лучше для государства. Наполняемость бюджета у нас в рублях, а выручка в основном валютная, поэтому мы имеем положительный сальдо, ну, положительный прибыль мы имеем, грубо говоря, в бюджете. А расходов у нас сейчас очень много дополнительных добавилось, и сами понимаете, какие статьи в том числе, и их очень много. По прогнозам экспертов, минимальный курс доллара на начало сентября может составить 89 рублей, но вероятнее всего в ближайшей неделе при отсутствии шоковых обстоятельств курс будет находиться в диапазоне от 90 до 98 рублей за доллар. Экстренное решение Центрального банка повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% помогло удержать рубль от дальнейшего снижения. Но я предполагаю, что это временно, так как на текущий момент основным фактором ослабления рубля является снижение экспорта и рост импорта. Курс рубля на данный момент поддерживает два фактора. Первый фактор – это налоговый период у компании, которому придется заплатить бюджет НДПИ, акцизы, НДС и так далее. Для этого им необходимо конвертировать валюту. Вторым фактором является обращение президента с поручением к Центральному банку и правительству снизить волатильность на фондовом рынке. Высокий курс рубля выгоден для компаний, которые занимаются экспортом товаров, так как у них расходы в рублях, а доходы в валюте. Но это невыгодно населению, так как чем дольше курс рубля задерживается на высоких значениях, тем выше инфляция. Поэтому я считаю, что Центральный банк и Минфин будут стараться удерживать курс на уровне 90 рублей за доллар, что на данный момент является оптимальным уровнем для бюджета. 20 казанцев получили возможность проводить операции с цифровыми рублями. Напомним, 15 августа в столице Татарстана стартовал первый этап тестирования нового вида денег. Эксперимент также проходит еще в 10 городах страны. Потратить цифровые рубли казанцы могут только в одном из заведений общепита, где выстроена соответствующая инфраструктура. Напомним, цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, которую выпускает Банк России в дополнение к наличным и безналичным рублям. Можно сказать, что это деньги на флешке. Цифровой рубль представляет собой уникальный электронный код, который хранится в электронном кошельке на платформе Центрального банка. При каждом появлении определенного кода в сети, по ней можно узнать именно, кто осуществил сейчас с ним транзакцию. В отличие от биткоина, к примеру. В отличие от биткоина и в отличие от традиционных безналичных переводов. То есть в самом вот этом коде дополнительно, обычно так делается в валютах, имитируемых государством, зашифровывается как раз вся история транзакции с ним. Это очень удобно. То есть позволяет, что называется, моментально определить первоисточник. Татарстан занял 19 место в стране по доле работников зарплаты выше среднего. Такой ежемесячный доход сегодня имеет почти 32% жителей республики. На первом месте рейтинга Ямало-Ненинский автономный округ. Там зарплату выше среднего получает 75% специалистов. Самая маленькая доля высокоплачиваемых сотрудников в Ингушетии менее 9%. Напомним, что среднемесячная номинальная зарплата работников организация в Татарстане составляет порядка 57,5 тысяч рублей. Она является самой высокой в Поволжье. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова